Привет, друзья! Существует несколько причин, по которым иоблефар может отказываться от еды. Это может быть стресс, адаптация к новому месту жительства, проблемы с кишечником или паразиты. Но мы расскажем о причине, с которой сталкиваемся каждую зиму. Этот ролик будет полезен прежде всего для тех, кто недавно завел иоблефары или только планирует. Желаем вам приятного просмотра! У наших иоблефаров никогда не было проблем с аппетитом, даже когда мы только привезли их домой. Казалось бы, стресс, долгая дорога, новое место. Но нет, все трое уплетали сверчков за обе щеки. Мы даже удивлялись, куда столько влезает. Но наступила первая для наших желтых друзей зима и аппетит куда-то ушел. Могли съесть большой неохотой одного сверчка, может двух, а могли вообще отказываться. И даже такое лакомство, как зафобос, не вызывало интереса. Естественно, это нас волновало. И хотя мы перед покупкой очень много читали о содержании иоблефаров, но информация о возможной причине отказа от еды как-то прошла мимо. Радует, что есть знакомые профессионалы, у которых можно спросить, и мы теперь делимся информацией с вами. Дело в том, что иоблефары чувствительны к смене сезонов, температур и фотопериодов. Стоит пояснить, что фотопериодизм – это реакция живых организмов на продолжительность светового дня и соотношение между темным и светлым временем суток. Подобные фотопериоды изменения температуры, как правило, в осенне-зимний период активируют режим брумации. Проще говоря, брумация – это способ для вашего иоблефара делать паузу, отдохнуть. Имеет место изменения в метаболизме, он замедляется. Некоторые особи просто мало едят, как в нашем случае, а какие-то полностью отказываются от еды и валяются в прохладной зоне террариума. У нас это и печерка с левой и влажная камера. В таком состоянии иоблефары могут находиться до весны, до прибавления светового дня. В общем, если осенью или зимой ваш иоблефар начал отказываться от еды, стал более вялым, но выглядит вполне здоровым, хвост упитанный, упругий, то волноваться не стоит, пришло время покоя. Как таковую спячку они не впадают, но становятся менее активны. Если есть возможность и состояние иоблефара позволяет, то можно отправить его на зимовку. Мы пока таким вещами не занимались, поэтому что-то от себя советовать не будем. В этом деле нужно быть максимально осторожным. Все, что остается – наблюдать за питомцами, поддерживать чистоту в террариуме, менять водичку, давать витамины и кальций при кормлении, опыляя насекомых, если, конечно, иоблефары ест хоть немного. Возникает еще одна проблема. Иоблефары в этот период едят мало, а кормовые сверчки куплены и нужно поддерживать их в живом состоянии. В пластиковых коробочках, в которых они продаются, сверчки долго не живут. Мы эту проблему решили давно. У нас есть бокс для кормовых насекомых «Экзотера Крикетен». У нас самая большая версия. В нем можно содержать до 250 мелких сверчков или до 50 взрослых. Тут есть вентиляция, укрытие, поилки и кормушки. В таком боксе сверчок может жить долго и даже плодиться. Если интересно, обзор есть на канале. Ссылочку на обзор оставим в описании. И там же найдете ссылку на экзаменю, где можно купить подобный дом для еды со скидкой по промокоду «СКОЛЯРИКИ». Вот и все, чем мы хотели сегодня с вами поделиться. Надеемся, что видео было полезным. Спасибо за просмотр и до скорых встреч!